Дальний Восток Крутых заснеженных вершин вулканов, мягкий климат, прекрасно подготовленные трассы, глубокий снежный покров, красивая природа – то, ради чего стоит ехать на Дальний Восток. Так, ландшафт Приморского края подарил региону множество горнолыжных спусков для новичков и профи. Где можно прокатиться с ветерком и безопасно – смотрите в нашей подборке. Дальний Восток Склон номер 1 сложный, длина 750 метров, ширина 30-50. Склон номер 2 средней сложности длиной 600 метров. И склон номер 3 для начинающих, длина 350 метров. Система оснижения естественная и искусственная. Подъемники – буксировочные двухместные для склонов номер 1 и номер 2 и буксировочные детские для третьего склона. В стоимость входного билета включено оказание первой медицинской помощи при необходимости, теплый туалет, места для пикников, вход на каток и трассы со своим инвентарем. Входной билет сохраняется в течение всего дня. Горнолыжная база Арсгора находится в 5 километрах от города Арсеньева, у подножия сопки Обзорная, и давно является одним из любимых мест отдыха приморцев и многочисленных туристов со всей России. База считается одной из лучших по природным данным технической оснащенности, профессиональным тренером и инструктором. Трассы очень удобны для катания как начинающих, так и продвинутых лыжников и сноубордистов, а также для проведения соревнований по всем дисциплинам горнолыжного спорта. Трасса Бумеранг длиной 2000 метров, трасса Стрела 1800, третья трасса Молния 1900 и учебная 300 метров, а ширина у всех 50 метров. Система снижения естественная и искусственная, основной подъемник – буксировочный. Въезд на горнолыжную базу и стоянка бесплатна. Горнолыжный комплекс Грибановка. Спуск располагается в одном из самых живописных и популярных среди туристов мест. Здесь начинается восхождение на гору Фалаза. На склоне достаточно снега для катания на лыжах и сноуборде, но при его отсутствии действует искусственное оснижение. Грибановка предлагает гостям один 700 метровый склон с шириной 50 метров. Работает подъемник бюгельного типа. А для комфортного катания трассу регулярно обрабатывает ратрак. На территории есть бесплатная парковка, модуль для переодевания. Можно взять на прокат оборудование. Также работают инструкторы. Грибановка – это не только про горнолыжный спорт. Здесь можно провести длительные выходные, отдохнуть в мини-отеле или в гостевых домах, сходить в поход и, конечно, кататься. Горнолыжный комплекс «Медвежья долина» – уютное пространство на границе Приморья и Хабаровского края. Лес, кристально чистый воздух и прекрасные виды погрузят вас в реалии живой природы. Есть две горнолыжные трассы длиной 1600 и 2000 метров. Подъемники – буксировочные. Также две трассы для беговых лыж. Круговая равнинная 2 километра и круговая рельефная со сходом на равнинную. Есть и снежная горка – безопасный и веселый спуск для катания на надувных санках. Имеется прокат горнолыжного и сноубордического инвентаря, а также тюбингов. А опытные инструкторы по горным лыжам и сноуборду научат вас правильной технике катания. Но стоит обратить внимание, что горнолыжный комплекс «Медвежья долина» работает только по выходным и праздничным дням. А заниматься спортом вдали от городского шума, не выезжая из Владивостока, можно на острове Русском. Лыжня появилась недавно, но успела стать популярной среди туристов и горожан. Ежедневно все желающие могут кататься на лыжной трассе бесплатно, а также безвозмездно пользоваться услугами пункта проката лыжной экипировки. Каждый год она модернизируется. Здесь появляются новые модули с раздевалками и кафе. На трассе есть освещение, благодаря чему кататься можно не только днем, но и в вечернее время. Если вы хотите найти интересное и небанальное место для путешествия зимой, выбирайте Сахалин. Длительная зима, мороз и обилие снега создали идеальные условия для развития горнолыжного отдыха. База отдыха и развлечений «Горный воздух». Согласно оценкам экспертного жюри, место получило премию «Лидер спортивной индустрии». Это официально лучший горнолыжный курорт Дальнего Востока. Сюда едут покататься на лыжах как любители, так и профессионалы. Есть трассы четырех уровней сложности, поэтому каждый лыжник найдет для себя подходящий склон согласно его навыкам. Курорт оснащен современными подъемниками, которые могут доставить вас на пик горы Большевик. Во время подъема вам откроются потрясающие виды на склоны гор и невероятную зимнюю красоту окружающей природы. Трассы подготавливаются ратраками, но для любителей экстрима есть совершенно не обкатанные и нехоженные склоны. В комплексе более 25 километров, 14 трасс различного уровня сложности, с высочайшим качеством подготовки, 7 трасс по дисциплинам, скоростной спуск, супергигант, слалом-гигант и слалом. Работают прокат горнолыжного и сноубордического снаряжения, сервисная служба, камера хранения и бригада спасателей и инструкторов. Есть небольшая детская трасса, по которой катаются и новички. Зимний сезон на горном воздухе длится с середины декабря до конца апреля. Полуостров Камчатка – это край горячих источников, вулканов и продолжительных снежных зим, но еще и излюбленное место отдыха среди поклонников горнолыжных курортов. Гора Морозная – один из самых популярных горнолыжных курортов Камчатки, посещаемых с целью отдыха, тренировок и проведения соревнований по горнолыжному виду спорта. Здесь же и тренируется российская олимпийская сборная. На базе оборудовано 5 горнолыжных спусков с различным уклоном, подходящим для всех горнолыжных дисциплин. Трассы имеют разную протяженность. Самая длинная – 2050 метров, самая короткая. Для начинающих горнолыжников и детей – 300 метров. На вершину горы посетители поднимаются на двух подъемниках. База располагает двумя ретраками, обеспечивающими хорошее качество трасс. Действует прокат снаряжения. Можно заказать персональные уроки от профессионального тренера. Расположен данный курорт в 7 километрах от города Елизова и его международного аэропорта имени Беринга. Сезон катания на склонах Камчатки продолжается с декабря по апрель. Однако в конце зимы – в феврале-марте – здесь нередки циклоны с ветрами, мощными снегопадами и метелями. Горнолыжная база «Красная сопка», находящаяся в черте города Петропавловска-Камчатского, второй по популярности среди жителей и гостей города – горнолыжный курорт Камчатки. Это объясняется его доступностью и удобным расположением и потрясающим видом, который можно наблюдать на протяжении всего спуска длиной почти в километр. Склоны горнолыжной базы можно разделить на две категории – синие и красное. В первую группу можно отнести одну трассу, которая может подойти для катания посетителей с низкими и средними навыками. Две другие трассы являются более сложными с максимальным перепадом высот в 308 метров. Длина спуска по самой длинной трассе курорта составляет 1350 метров, а высшая точка курорта «Красная сопка» располагается на высоте 418 метров. На вершины склонов горнолыжной базы гостей доставляют подъемники. Здесь их три – один кресельный и два бугельных. Здесь каждый турист может арендовать необходимое для спуска с вершины оборудование. Посетителям предлагаются услуги местных инструкторов. Дальний Восток для большинства граждан нашей страны представляет собой весьма малопосещаемый регион. Ехать поездом из европейской части России долго, а лететь самолетом, как правило, дорого, а по пути к Дальнему Востоку – множество других горнолыжных курортов. Однако сами дальневосточники и те, кто хоть раз отправился в заснеженные горы региона, становятся ярыми поклонниками местных склонов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова